Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях, по крайней мере, впервые в моем эфире, настоятель Троицкой церкви городского округа Люберца, которую хорошо знают жители, прихожане и просто люди, которые побывали в этом городе, протеерей Петр Иванов. Здравствуйте, отец Петр! Здравствуйте! Ну, первый простой вопрос. Постепенно ноябрь, такой месяц, впереди у нас и Новый год, и Рождество. Ну, вообще, следующий год мы всегда пытаемся рассчитывать на то, что следующий год будет лучше или, по крайней мере, не хуже. Чем сейчас живет обитель? Ну, не обитель, а приход, так сказать. Приход, да, да. Приход живет своей регулярной жизнью. Но, конечно, есть и особенности, связанные с современной обстановкой, потому что мы стремимся помогать тем, кто, так скажем, без преувеличения сражается за Родину. Поэтому и молимся вместе за защитников Отечества, и собираем помощь. И для беженцев, и для фронта пособирали и деньги, и вещи, и лекарства. В общем, пребываем в постоянном молитвенном единении с теми, кто находится на переднем крае. Об этом много говорят, вот, о специальной военной операции, и разные мнения высказываются, и какие-то тут дискуссии происходят. А я по первой своей профессии китаевед, доктор исторических наук по Китаю. Поэтому, когда я за всем этим наблюдаю, то мне на ум приходит Конфуций, который говорил, что если общество хочет функционировать нормально, каждый должен делать свое дело. Такая у него была теория исправления имен, это называлось. Земледелец должен пахать, воин должен защищать, правитель должен править. Ну, а если дальше развивать эту мысль, то что должен делать священник? Вот сложились определенные исторические и общественные обстоятельства. Начались вооруженные действия. Не наше дело разбираться, как, почему это произошло. Наше дело молиться за тех, кто воюет, за тех, кто переживает тяготы военного времени. И вот мы за каждой литургией читаем молитву. Эта молитва благословлена Святейшим Патриархом, называется молитва о Святой Руси, где мы просим у Бога единства народа, мира, мира для церкви, мира для людей. Кроме того, мы каждый субботний день вечером после всеночного бдения совершаем молебенку Пресвятой Богородицы тоже с этой же молитвой. Я вам скажу, что для меня большое утешение – это священнослужение, потому что никто не уходит. После всеночного бдения весь народ остается. И когда выходишь из алтаря, и на аналое перед тобой лежит вот такая пачка записок – воин, 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 воин. Это трогает до глубины души. И когда мы вместе молимся, мы чувствуем себя одним народом, одной страной, и уверены в том, что Бог нам поможет. Еще очень мудрое решение принял наш благочинный отец Вячеслав Новок, настоятель Преображенского собора. У нас ведь часовня в центре Люберец, кстати, неподалеку от военкомата. И каждый день, каждый день, в час дня, кто-то из клириков нашего благочения, в том числе и священники нашего храма, а нас там пятеро, совершает там тоже этот молебен. И народ собирается. А знаете, очень важно, когда ты имеешь уверенность, что кто-то что-то делает всегда. И вот мы стремимся людям эту уверенность дать. Потому что Бог с нами всегда, и мы должны стремиться отвечать Ему тем же. Ну вот сейчас я хотел бы перейти, ну скажем так, на мирные рельсы, а именно была же пандемия, еще был вызов. И как вы считаете, после вот всего того, что происходило, сейчас, когда, ну вроде бы как, если мы не победили пандемию, то, по крайней мере, научились с ней бороться, насколько изменился сейчас ваш приход, насколько людей стало больше приходить. Или, например, кто-то по-прежнему боится еще приходить по каким-то причинам, а кто-то, наоборот, стал посещать службы. Спасибо, Хуах, очень хороший вопрос. Когда все только началось, это было невероятное, драматическое событие, потому что это произошло перед Пасхой. Да, да, да. И мы служили, то, что называется, вот по телевизору. У нас были камеры. Это впервые, в общем-то? Это впервые в моей жизни было такое, что только немножко народ стоял у забора, потому что нам велели даже ворота закрыть на территорию прихрамовую. И вот так вот мы служили. Но служили. Мы служили, не только что на Пасху мы служили, мы при закрытом храме служили каждый день. Вот так вот, через интернет. То есть делали свое дело как-то? И мы видели, да, и мы видели, что у нас было воскресный день до 3000 посетителей этого нашего, то есть больше, чем может вместить наш храм в 10 раз. Потом немножко ситуация изменилась. Мы открыли ворота, и мы служили на улице. У нас есть маленький престол, который выносили на крыльцо, народ стоял во дворе. Потом мы вошли в храм. У нас подсчитывают, сколько народ приходит, сколько уходит, поэтому мы можем судить о статистической динамике, так скажем. И сейчас народу больше, чем было до пандемии. Почему? Вы знаете, я думаю, что тут много всего. Тут и вот эти вот события, и плюс рост населения, потому что все застраивается. И сколько бы ни было... Вообще говоря, если сказать так, что вот все бы жители просто четырех домов, которые окружают наш храм, решили бы все войти помолиться, то там бы места не хватило бы никаким образом. Собственно, мы это, вообще-то говоря, и учитываем, поэтому у нас в воскресенье две литургии подряд, а если двунадесятый праздник, и он на рабочий день приходится у нас три литургии подряд, начиная с пяти часов утра, чтобы кто едет, кто на работу, можно было до работы. Практически такой сменный режим, да? Придти и помолиться, да. Людей больше, потому что просто их стало больше объективно, плюс потому что душа требует, и исходя из обстоятельств, ну, а может, в какой-то степени и наша проповедь действует. Ну да, то есть что-то услышали, посоветовали. И тут вот возникает вопрос. Сейчас люди же многих поколений, да, моё поколение – это одно поколение, поколение, которое впереди меня, другое – те, кто за нами. Вот как вы считаете, на сегодняшний день молодое поколение, которое знает, что такое Пасха, знает, что такое Рождество, не просто там в проруби купаются, да, в определённое время, хрещенские морозы, а понимает, почему происходит. Можно сказать, что на сегодняшний день поколения молодых людей, там, до 30 лет, они более выцерклённые в этот процесс? Или всё-таки это зависит прежде всего от самого человека, от семьи, от воспитания? Это очень индивидуально. Какие-то, да, какие-то нет. То есть для кого-то норма, а для кого-то это приобретённое. Да, вы знаете, я бы начал с другого даже. В моём представлении, всё-таки я уже довольно давно священник, старый костяк прихожан – это всегда были пожилые женщины. Вот эта ситуация меняется. Вот, например, у нас в нашей Троицкой или, как народ говорит, Наташинской церкви, в воскресенье, например, на литургии, причём я никогда на этом не настаивал, есть такая традиция, что женщины стоят слева, мужчины стоят справа. Хотя это никогда на нашем приходе не провозглашалось какой-то императив. Это среди народа так сложилось. И вот бывают такие дни, когда вот эта правая половина, она почти вся мужская. Причём, выхожу в алтарь и говорю, ребята, мужики-то у нас не старые, а среднего и молодого возраста. И это, безусловно, вот это вот изменение более существенное. Больше верующих мужчин, которые понимают, что ни их личная жизнь, ни жизнь общественная, ни жизнь духовная вообще, отечество не устроится без них, как участников жизни церкви. Вот это вот, я думаю, очень важно. Ну, это тогда довольно серьёзное изменение, потому что, ну, вы же понимаете, моё поколение, я вообще помню, покажут священника и говорят, вот не подходи, ну, статьи были, то есть мы это всё помним. Очень трудно сейчас, кстати, молодёжи, я сам преподаю, рассказывать о таких вот вещах. Тем не менее, многие люди потом, наоборот, когда открылись все двери, вдруг все стали, веришь, не веришь, всё равно вот все в храм и так далее. Мне кажется, это тоже не совсем, наверное, верно, когда человек ещё ничего не осознаёт, а просто, как сейчас говорят, на волне такой моды. А с другой стороны, мы видим сегодня, что есть необходимость человеку куда-то прийти, и я смотрю, например, за верующими, как они ведут себя в церкви, да, ну, кто-то очень знает все каноны, как, что правильно, а кто-то просто приходит, вот 10-15 минут постоять и уйти. Это же тоже, наверное, какая-то необходимость у человека возникает в этом. Путь к Богу очень индивидуален. И тут возникают, знаете, чувства ревности вот у тех, кто постоянно, и вдруг пришёл кто-то новый. Да, да. Что ты встала передо мной? Это не твоё место там. Вот об этом приходится всё время говорить, потому что есть такое понятие, как призывающая благодать. То есть Бог, вот, ты шёл мимо, и ты даже и не думал, что ты зайдёшь в храм. Вот там у тебя впереди какая-то цель. Ну, цель, да. Химчистка. А вот тебя повернуло. У нас есть замечательная помощница на приходе, она прекрасно читает, у неё замечательный голос, она помогает директору в воскресной школе, ну, вообще вовлечена во все дела. Она вот девочкой зашла. Просто посмотреть, что тут такое. И после этого вот, ну, какой-то, сын полка, она дочь прихода. Вот и осталась на всю жизнь. А могла же не зайти. А могла не зайти, да. Поэтому я склонен считать, что такие события в жизни каждого человека – это чудо и дар. Потому что что может быть прекраснее жизни с Богом? Но не всем даётся. Вот прекрасное время для окончания нашей первой части. А во второй хочется поговорить о сегодняшней роли церкви, вот воспитании, вы сказали о воскресной школе, о том, как это всё происходит. Напомню, что у нас настоятель Троицкой церкви, городской округлюберцы, протерей Пётр Иванов, здесь в студии отвечает на наши вопросы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях настоятель Троицкой церкви городского округа Люберцы, протерей Пётр Иванов. Вот, кстати, сейчас мы поговорим о воспитании. Вот вы сказали, что почему-то у народа своё собственное название. Почему так произошло? Почему я так называю? Наташинская. В том месте, где сейчас находится наша церковь, до революции был дачный посёлок Наташино, жители которого боялись ходить сюда, в Преображенскую церковь, ту, которую взорвали, потому что считали, что в такие вот времена года, как зима, осень, поздно вечером, неспокойно. Небезопасно, да. Ну и хотелось поближе что-то иметь. И попросили благословения у митрополита Московского и Коломенского, тогда, а потом он был митрополитом киевским, священномучеником Владимира Богоявленского. Он был первым новомучеником. Его убили матросы в Киево-Печерской лавре в 1918 году. Он в 1912 году благословил построение нашего храма. И никто не думал, что так изменятся обстоятельства жизни в стране, что это будет прямо духовный центр округи, потому что вокруг ничего больше не будет открытых храмов. А это, в общем-то, избушка для дачников изначально. А вот скажите, вы чувствуете, что чувствует священник? Ну, понятно, что когда приходят прихожане, они, опять же, цели самые разные, но их приход – это их выбор. А что священник служит? Это для вас служба, да, такое слово, которое имеет много аспектов. Это в какой-то степени работа постоянная. Это какое-то духовное состояние. Вот священник в церкви, что для него это? Храм, просто дом родной или что это? Это очень много всего. Прежде всего, это, конечно, богослужение. Я никогда не забуду, как после того, как митрополит Ювеналий рукоположил меня в священнике, я первый раз в жизни произнес слова «Благословенно царство отца и сына и святаго духа». Это слова, которые начинаются в божественной литургии. Это было высшее счастье. Я помню это всегда, и для меня каждая божественная литургия – это событие моей жизни. Поэтому я думаю, что это самое главное. То есть это состояние? Потому что ты делаешь то, что заповедовал Христос, и делаешь это не для себя, то есть для себя, конечно, но в первую очередь для тех, кто стоит за тобой в храме. Вы их чувствуете? Конечно. Но кроме этого еще есть и просто разговоры с людьми, есть еще и хозяйство, еще надо красить забор и следить за крышей, реставрировать иконы, а еще есть какие-то социальные проекты. А я еще почти 20 лет проработал с владыкой Ювеналием в епархиальном управлении, мы издавали журнал, и вот этот вот триумф, где мы находимся, тут проводили множество открытых уроков, каких-то других мероприятий с областным министерством образования, то есть способствовали тому, что духовно-нравственное просвещение двинется через светскую школу к нашим детям. Поэтому жизнь священника очень многообразна. Это и рождающиеся, и умирающие, и создающие семьи. То есть все время рядом. И вот тут возникает вопрос, то, что я говорил в финале первой части, по поводу воспитания, вот вы говорите образование и так далее. А кто сегодня приходит в школу? Как происходит вот этот процесс? Потому что это как бы внутренние, условно говоря, церковные процессы. Плюс внешняя работа, вот как вы говорите, через светскую школу образования. Как вот эти два процесса происходят? У нас есть воскресная школа. Называется она «Надежда». Ее возглавляет протерея Олег Матвейченко. Человек невероятно творческий, который создает специальные программы для детей, для того, чтобы им было учиться весело и интересно. Поэтому это бесконечные конкурсы, игры и так далее. Детей у нас вот в этом году 120. В основном, конечно, это дети младшего школьного возраста, потому что возрастание ребенка привносит в его жизни разные проблемы и сложности. Кто-то уходит, а кто-то остается надолго, а кто-то и на всю жизнь, потому что вот у нас ведь есть такая должность в церкви, как алтарник или псаломщик. И это в большинстве молодые ребята, многие из которых ушли в семинарию, а на их смену приходят другие. И это замечательный процесс для священника, потому что ты встречаешь новых людей, молодых, которые по-своему, они все очень самостоятельные, у них есть у всех свои взгляды на вещи, они каждый по-своему совершают вот это вот свое, очень пока скромное, но в то же время совершенно незаменимое служение в храме, ну и хочется увидеть, что они будут расти дальше, потому что мы-то помрем, а на нашу стезию должны вступить другие. Церковь же как, простите, перерву вас, как говорил ладыка Ювеналий, церковь вечно мелодая. Она не будет никогда пуста, потому что одни уйдут, их заберут или туда, или туда, кому же по делам его. Кому да, по делам. А придут другие. Да, но ведь немножко от нас все-таки, даже не немножко, а может быть множко, уже извините за такую игру слов, зависит, кто останется после нас. Ведь можно ничего не делать, как бы выполнить свою миссию и уйти, а можно постараться еще оставить после себя след. Это такой важный момент воспитания. Конечно. Вот если брать воспитание светское и воспитание церковное, в чем основная разница, как вы считаете? Тем более, вы работаете, наверное, работаете, подходящее слово, вот на внешнем уровне, то, что я говорил, с ребятами, которые, может быть, к церкви пока относятся. Ну, есть церковь, все есть. То есть они и не против, но и не ходят все время на службу. Ну, вы знаете, тут главное всегда проявить терпение. При этом я против такого понятия, как толерантность. Это, может быть, звучит ужасно, потому что все ведь должны в наше время быть толерантными, но не ко всему можно быть толерантным. Поэтому... То есть постулаты какие-то есть. Есть в жизни серьезные вещи, отношение к которым не может быть двойственным. Аксиома. Оно должно быть однозначным. Зло есть зло, а добро есть добро. А кто определяет, что такое зло, а что такое добро? Для нас, для церковных людей, это определяет Христос в заповедях своих. Поэтому, как говорил, заметьте, это XVIII век, преподобный Серафим говорил, хотите духовного наставничества, не ищите людей, читайте Евангелие, там все написано. Поэтому, конечно, очень важно беседовать с людьми, может быть, с глазу на глаз, обсуждать проблемы, которые их волнуют. А это очень сложно, это очень важно. Вот была встреча у нашего президента 4 ноября в Манеже, святейший патриарх выступал, и он сказал, что одна из важнейших наших задач – это почувствовать, что волнует молодежь, и говорить с ними об этом. Говорить искренне, говорить серьезно, и стараться понять. Но ведь не каждый человек, даже не только молодежь, и взрослый человек, и которому, может быть, необходимо поговорить. Находишься в церкви, иногда видишь, что идет общение со священником, там отошли в сторонку, или просто человек попросил. То есть все зависит еще от многих факторов. Но ведь не каждый человек в силу своего характера может подойти к священнику и что-то спросить. Понимает ли это священник, и как сделать первый шаг? Может быть, священнику надо иногда сделать первый шаг, человеку, который стесняется, что ли, я не знаю, как на слово подобрать. Сложно же такой процесс общения? Я понимаю, что вы имеете в виду. У нас каждый день исповедь. Приходят? Приходят очень много людей, особенно когда бывают такие дни, когда готовятся к причащению много людей, тогда все священники выходят исповедовать одновременно, чтобы эту толпу принять. У кого-то не сразу, может быть, получится. Но ведь в таких делах не надо спешить. Опять же терпение. Придет один раз. Если с ним внимательно поговорят, он может быть зажат, он боится, но ему скажут, как Христос говорил, не бойтесь, мы с вами, мы вам поможем. Ну, может быть, сейчас не скажешь, потом придет в следующий раз. Второй, третий. У нас есть один батюшка, который очень особенно внимательно исповедует. При этом это просто особенность его личности. И все, я уже знаю, что он ушел исповедовать, и это до конца службы. И народ соберется. Даже кому причащаться не надо, потому что в русской церкви правило, что если вы хотите причаститься, надо сначала исповедоваться. К нему идут безотносительно, к тому будут причащаться или нет. Просто поговорить, просто открыть душу, получить поддержку. А это ведь труд. Вы знаете, отец Патру, очень интересная беседа. Мы идем к финалу. Я хочу, чтобы, если будет такая возможность, я-то хочу, но это же, как говорится, по возможности. Вы еще раз посещали, пообщаться на эти темы. Но финальный такой вопрос. Вот как священник и как человек, вы сегодня ощущаете, все-таки люди стараются быть ближе к Богу, или все-таки, я имею в виду, вот такой глобальный, что ли, вопрос вообще, если брать всю планету, всех людей с разными подходами, с разными вероисповеданиями, мы все-таки более самостоятельными, независимыми хотим быть, или мы все-таки ищем по-прежнему вот эту защиту у Бога? Вопрос глобальный, конечно. Можем его перенести на следующую программу? Нет, я вам скажу так. Я думаю, что прежде всего мы... Кажется, что мы ищем защиту. Но прежде всего мы ищем любовь. И, к сожалению, в современном мире мы наблюдаем оскудение любви, а вместе с искудением любви и истончание вот этого вот естественного для человека стремления к Богу. Поэтому вот святейший патриарх недавно сказал, мы не знаем, что нас ждет, но будем сами совершенствоваться в любви. Тем более нас уже 8 миллиардов на планете, да? Совсем недавно. Спасибо огромное. Мы приглашаем вас еще к нам быть видят. Тем более столько у нас впереди всяких всевозможных событий. Очень хочется надеяться, что будет больше радостных событий. А настоятель Троицкой церкви городского круга Люберцы, протерей Петр Иванов, немного мы, я думаю, может быть, даже кого-то сегодня успокоили. Ждите новых прихожан. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Кивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова